МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на телеканале Ирбис. Все самое важное к этому часу в материалах наших корреспондентов. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я люблю свой Павлодар, я люблю свою степь, я люблю свой Иртыш. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новогодние чудеса. Розыгрыш двух квартир и снегопад денежных призов в Телебинго. Всего за 2500 тенге. Праздничный тираж 2 января 2022 года. Покупайте билеты Телебинго в торговых центрах вашего города или онлайн. Подробнее на сайте sjoldos.kz. Мне удобнее будет играть, если я сниму туфли. Ой, беды выбываются, давай. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне подбежали охранники. Что вы делаете? Я говорю, я инструмент нахраню. Оркестр – это мое все, да? Это как вот цветы. Есть астропион, ромашка. Но когда мы звучим вместе, то мы соединяемся в один голос. И я вот кайфу от этого. Становитесь клумбой, да? Духовые инструменты – это мамоней горы. Соседи как-то. И еще в соседних подъездах слышно. И еще на улице слышно. Я всегда своему теникам девочкам говорю, берегите ваши губы. Это ваш инструмент. Перекачай, да? Нет, я не разрешаю. Что-то колю, потом так в Инстаграме фотографирую. Ваши 45 лет, многодетная мама, четверо детей. Проект «Откровение» и я. В эту субботу на телеканале «Ирбис». Что-то еще напоследок. В общем, разувайтесь. Костюмы ведущим предоставлены салоном мужской одежды «Ламберти». Больше 20 жителей Павлодара обратились в травмпункт за помощью в первой половине дня. И все стали жертвами гололеда. Тем временем в Акимате сообщили о степени готовности к зиме. Все подробности у Ильяса Рамазанова. Льдом покрылись тротуары, однако на улицах горожан меньше не стало. Для кого-то ночной дождь и резкое похолодание к утру стали сюрпризом. Зима настала как-то неожиданно. Ну вот дети ходят, меряют глубину в этих застывших лужах. Где-то проваливаются, где-то нет. В травмпункте 1-й городской больницы рекомендуют в гололед по возможности оставаться дома. Особенно часто с травмами обращаются пожилые люди. С 8 утра по сегодняшний день, сейчас сколько времени у нас, и обратилось порядка 30-35 человек, из них 70% это связано с гололедом. А в городском Акимате сообщили, что к зимнему периоду техника готова. Для борьбы с гололедом запаслись песком. Сегодня в 6 утра на объездных дорогах и пятипроводах работают 17 пескоразбрасывателей, так как именно там надвляется гололедица. На улице города работают 7 подметательных машин, и на уборке прибордюрной части дорог задействовано 180 рабочих. По словам чиновников, для работы в зимний период подрядчики подготовили 169 машин спецтехники. В этом году дополнительно закупили 6 тракторов для уборки тротуаров. Ильяс Рамазанов, Александр Колесников, Серик Конокпаев, телекомпания Ирбис. Гололед тем временем сегодня стал причиной нескольких ДТП, а также спровоцировал ажиотаж среди автолюбителей. Большинство отправились на замену резины. Стражи порядка предупреждают, сделать это нужно до 1 декабря. Шиномонтажные мастерские в ближайшие пару недель будут пользоваться особым спросом. Сегодня, можно сказать, начался ажиотаж. Первый гололед и водители сразу отправились менять резину. Цены, к слову, стартуют от 4000 тенге. Стражи порядка, в свою очередь, пока лишь призывают безопасностью не пренебрегать. Многие ездят еще на летней резине. У нас как бы рекомендательного характера. До 1 декабря всех просим переобуть свой автотранспорт на зимнюю резину. С 1 декабря у нас получается, мы уже будем принимать меры административного характера по 590 статье. За летнюю резину с 1 декабря до конца февраля будут наказывать штрафом в 15 тысяч тенге. Взыскание получить реально из-за лысые шины, которые могут спровоцировать ДТП на скользкой дороге. Сегодня без аварий не обошлось. В соцсетях пользователи публиковали несколько столкновений, а причины указывают как раз-таки гололед и неготовность транспорта к зиме. Артем Клевать, Сирикон Агбаев, телекомпания «Ирбис». На предприятиях Павлодарской области начался отток кадров. Об этом сообщают в департаменте статистики. По их информации, уволилось рабочих на тысячу больше, чем устроилось. О доходах жителей, а также в социальном благополучии подробнее расскажем в экономическом блоке новостей. Спонсор бизнес-новостей, магазин сантехники и отопительного оборудования «Керемет Сантех». «Керемет Сантех». Расширяем границы комфорта. В Павлодаре открылся первый цех по производству строительных смесей. Новый мини-завод позволит обеспечить выпуск 360 тысяч мешков в год. В их числе материалы для выравнивания потолков, кафельный клей, штукатурка. Стартовали с четырех продуктов. Это кафельный клей, черновая, два в одном и цементно-песчаная штукатурка. Наша продукция сразу с выхода на рынок очень заинтересовала потребителя за счет того, что доступная цена и качество не хуже аналогов, более дороже, которые идут. По словам предпринимателя, проект реализован с нуля за семь месяцев. В данный момент создано семь рабочих мест. Новое предприятие позволит упростить поставки продукции потребителям по области и увеличить объемы продаж на рынке. Сейчас рассчитывают на получение государственных субсидий. Цена у нас низкая, потому что у нас используется 90% продукции местного происхождения. То есть это Павлодар, Семипалатинск, Алмата. И у нас своя собственная техника, которую мы используем. За счет этого мы снизили себестоимость и цена у нас намного ниже, чем на рынке. В планах предпринимателя увеличить линейку продукции. Наливной пол, водоэмульсия, фасадная и декоративная штукатурка. График поставок уже расписан на несколько месяцев вперед. Артем Буланов, телекомпания «Ирбис». В профильном департаменте порадовали свежей статистикой. По их информации, средняя заработная плата в регионе 211 253 тенге. А вот работники горнодобывающей промышленности в среднем имеют доход 301 тысячу. Традиционно самые высокие заработки у экибастутцев порядка 253 тысяч тенге. Самые низкие у жителей майского района 158. Павлодарцы в среднем получают в месяц 204 с половиной тысячи тенге. В Аксу, по мнению статистиков, можно рассчитывать на 226 тысяч. Среди районов Плюси-Бена-Ульцы у них доход насчитывается от 196 тысяч. Самая низкая заработная плата у театралов и других представителей искусства порядка 113 тысяч 625 тенге. Артем Буланов, телекомпания «Ирбис». Спонсор бизнес-новостей, магазин сантехники и отопительного оборудования «Керемет Сантех». «Керемет Сантех». Расширяем границы комфорта. Ищите современную сантехнику по лучшим ценам? Тогда вам в магазин сантехники «Керемет Сантех». Здесь вы найдете стильные душевые кабины и перегородки, стеклянные шторки с универсальным открыванием, мебель для ванной комнаты в лучших дизайнерских решениях, качественные многофактурные смесители, акриловые и стальные ванны, подвесные напольные унитазы и инсталляции. Не оставит себя без внимания и инновационная новинка – безободковые унитазы. Аксессуары и коврики для ванной прекрасно подчеркнут стиль. Создайте свой образ в ванной комнате с лучшими брендами «Идис», «Короза», «Церзанит». В магазине вы сможете оформить товар в рассрочку. Также можно оформить заказ в интернет-магазине «Керемет Сантех.КЗ». «Керемет Сантех». Расширяем границы комфорта. Влиянием популярного сериала «Игра в кальмара» на детей обеспокоены побладарские родители. По сюжету этого триллера группе из 456 человек предлагают поучаствовать в серии детских игр с шансом получить огромную сумму денег, но проигрыш стоит жизни. Мнение подростков, психологов о новом тренде узнал Артем Буланов. В социальных сетях уже вовсю продают атрибутику этого фильма. Например, за 3000 тенге можно купить полное бундирование солдата, который по сюжету лишал игроков жизни. А вот по улицам Павлодара уже гуляют одетые в такие костюмы люди. Хайп. Опасная забава? Родители школьников обеспокоены. Многим подросткам и вовсе запретили смотреть этот сериал. Сериал довольно-таки жестокий, но показывает о том, на что готовы люди, чтобы, ну, ради денег, на что они готовы, на какие действия для этого. И ценность денег поднимается, проблема. Я не смотрел, мама запрещает. Говорит то, что это плохо. Ну, не знаю, я своим братьям тоже говорю не смотреть лучше. Многие играют в эту игру, и это очень страшно. Тревога за подрастающее поколение дошла и до столицы. Вице-министр образования и науки Шулпан Каринова всерьез обеспокоена популярностью фильма в Казахстане, особенно среди школьников. Он предназначен для просмотра взрослых. В первую очередь родители должны обращать внимание именно на этот факт. Как родители, так и школа в рамках воспитательных мероприятий должны прививать детям навыки отличать полезную информацию от отрицательной информации. Необходимо обратить и в школах внимание на этот вопрос. А вот известный психолог Татьяна Кравцова говорит, что даже из этой кровавой сатиры можно извлечь очень глубокий смысл. Любой здравомыслящий человек должен понять идею автора. Сериал заставляет задуматься, почему в прославленной Корее с богатым высоким уровнем дохода люди оказались в этой игре, обремененные кредитами. Открывайте статистику ипотечного кредитования в Казахстане. Посмотрите, на каком месте среди стран находится Казахстан. Мы первые, которые развиваем ипотечное кредитование. Мы создаем условия, мы вовлекаем большое количество семей. Фильм был задуман как социальная сатира, юмор. Причем сатира это злой юмор. В США школьникам в учебных заведениях нельзя находиться в экипировке героев фильма и вести диалог на эту тему. А в Бельгии, например, введен тотальный запрет на просмотр корейского сериала «Подростками». Артем Буланов, Серикон Агбаев, телекомпания «Ирбес». В Володаре становится трендом и другой челлендж – воровство вещей в магазинах. Очередная любительница прекрасного прихватила в одном из бутиков несколько вещей, не расплатившись за них. Как объяснила свой поступок девушка, а также почему трасса в Нур-Султан все еще бесплатная, узнаем в нашем обзоре социальных сетей. Спонсор новостей и соцсетей. Мобильное приложение «Мой Павлодар». Жизнь горожан в одном приложении. Платная дорога из Павлодара в Нур-Султан станет не раньше 15 ноября, сообщают сразу несколько пабликов. Причина – неготовность системы, хотя ранее говорилось о том, что уже в начале этого месяца автолюбителям придется готовить свои кровные. Халява отменяется. «Эта дорога и другие построена на наши налоги. Как она может стать платной? Платной может быть только частная». «Даже дорогу платную вовремя не могут запустить». «Но стыдно сограждане, имея доход в 500 тысяч тенге, не платить за дороги». О краже вещей сообщила владелица одного из магазинов в центре Павлодара. Она рассказала стражам порядка, что после визита некой девушке исчез женский спортивный костюм, две пары колготок и тональный крем. По камерам видеонаблюдения подозреваемую нашли и задержали свой поступок. Она аргументировала тем, что готовилась на свидание. Что же теперь, судя по всему, на свидание будут приходить к любительнице шопинга? Подписывайтесь на инста-аккаунт и сайт телекомпании «Ирбис», чтобы быть в курсе всех новостей. Димашу из Павлодара еще нет двух лет, но с рождения он живет в полной тишине. Услышать звуки окружающего мира он может при помощи специального аппарата. Но приобрести его за 7 миллионов 200 тысяч тенге мама-малыша не в состоянии. Так давайте же поможем все вместе. Контакты указаны на странице irbis.tv. Здесь же сюжет о благотворительном концерте. Спонсор новостей и соцсетей. Мобильное приложение «Мой Павлодар». Жизнь горожан в одном приложении. Для всех жителей города Павлодар теперь доступно многофункциональное приложение, через которое каждый может направить жалобу в городские службы, принять участие в трансформации своего города или записаться на прием к Акиму, а также многое другое. Скачать приложение можно в Google Play и App Store, запустить приложение iTunes, открыть вкладку i2apps, в разделе «Общество», выбрать приложение «Мой Павлодар» и воспользоваться нужной вам услугой. «Мой Павлодар». Город ближе, чем когда-либо. Сезон зимней охоты начался в Павлодарской области. Определены специальные угодия для промысла, установлены и сроки. В случае незаконного отстрела животных без разрешительных документов предусмотрен штраф. Сколько стоит путевка и какое наказание грозит браконьерам, узнал наш корреспондент. Из 38 охотничьих хозяйств в Павлодарской области будут открыты 29. Запрещается промысел на территории государственного заказника Кызылтау, Баянаульского национального природного парка в резервате Ертыс-Орманы в пойме Иртыша. Сейчас разрешена охота с 1 ноября на зайцев, корсуков, лис, с 20 сентября по 31 декабря на сибирскую косулю, а также на барсуков и кабана с 24 сентября по 31 декабря. Охота запрещается без специальной путевки. Ее стоимость от 7,5 до 9 тысяч тенге на сезон. Оформить также необходимо разрешение на оружие. Кроме того, требуются специальные документы и при использовании ловчих птиц. В случае нарушения правил предусмотрен штраф от 5 до 10 мрп. Это от 15 до 30 тысяч тенге. Азамат Айтхалин Валерий Палов, телекомпания Ирбис. Регулировка параметров тепла в Павлодаре завершена. Так, по крайней мере, заявили в энергетической компании. Напомню, в начале сезона говорилось, что на пусконаладочные работы нужен месяц. Сейчас перепадов быть не должно. Тем временем, значительные морозы придут уже на этой неделе. Хотя, синоптики заверили, настоящей зимы пока ждать не стоит. Эту тему продолжит Артем Клев. Снег, который выпал сегодня, скоро растает. При этом температура, особенно ночью по области, будет опускаться местами до 18 градусов мороза. В середине месяца прогнозируется потепление. Правда, будет оно не настолько ощутимым, как бабьим летом. Температуры будут смешанные. Соответственно, и осадки смешаны, и дождь, и покрый снег, и снег. Поэтому возможен гололед. Ну, а в целом, по ноябрю по температуре и по осадкам месяц ожидается в пределах нормы. Но зимы в ноябре, вот прям зимы-зимы? Нет, пока нет. Тем временем, тепло должно быть уже во всех домах. По информации энергетической компании, пусконаладочные работы завершены полностью. На сегодняшний день к теплоснабжению подключены все социальные объекты и жилые дома Павлодара. Параметры тепловой сети соответствуют нормам. Гидравлический режим налажен. Станция ОПА «Павлодар Энерго» ТЭС-2 и ТЭС-3 работают в штатном режиме, согласно утвержденного графика теплоснабжения. Степень готовности тепловиков к зиме Павлодарца можно будет в полной мере проверить в грядущие ночные морозы. Тем временем, другой монополист пока еще не завершил ремонт на двух участках. Продолжаются работы по проспекту Назарбаева, в границах улицы Истая и Лермонтово. Работы по асфальтированию участка от улицы Истая до улицы Малой Сары. То есть в кармане торгового дома «Артур» будет завершены до 6 ноября текущего года. Участок от улицы Малой Сары-Батыра до улицы Лермонтово планируется передать на зимнее содержание ТЭО Павлодар-Водоканал. Так как в осенне-зимний период там будут проводиться ремонтные работы по замене трубопровода диаметром 700 мм. Кстати, не успел вовремя завершить работу подрядчик отдела ЖКХ. До 1 ноября обещали открыть перегресток из Тайма-Шхуджусупа. Из-за разрытия пришлось пускать общественный транспорт в объезд. Арцем Клеван, Телекон Акбаев, телекомпания «Ирбис». Павлодарцы массово жалуются на бродячих собак, а видео присылают в редакцию «Ирбиса». Еще есть жалобы на график движения автобусного маршрута. Все подробности в мобильном приложении. Смотрим очередную подборку. Спонсор мобильного приложения – салон-магазин немецкой обуви «ДЕ» приглашает на новое поступление «Осень-зима». «ДЕ» – качество во всем. Это усолка под мостом. Три собаки постоянно. Детей пугают, лают. Ветеринарные службы не работают. Улица Репина. Бегают бродячие собаки. Весь мусор с контейнера раскидывают. Вечером невозможно идти с работы с детям, с учебы. Боятся. Вот такие собаки бегают у нас на улице Репина. Завалили центр города вот этой помойкой. Во! Выше человеческого роста уже горы. Никому не надо. Плитами весь зеленый массив. Вот такой вид из окна у 12-ти подъездного дома. Это что творится? Десятилетиями вот этот у нас город Аксу. Встаю в дом автобуса 151. В такой погоде больше часа. Не могу уехать на работу. Очень плохо входит маршрутка 151 маршрут. К выходным вообще не дойдешься. Примите меры. Вот центр города. Вот Сарарка. А это бизнесом занимался, видимо, кто-то. И не получилось у них. Но сезон прошел. Ну пусть уберут. Это же центр города. Как некрасиво вот эти лохмотья висят. И вот на повороте по Тайрогырово. Можно же убрать. Спонсор мобильного приложения. Каприз, Рикер, Яна, Баден, Ральф Рингер и многие другие. С таким богатым выбором вы легко подберете обувь для любого случая. Если вы не знаете, что вам нужно, приходите. У нас это есть. ДЕ. Качество во всем. Улица Лермонтова, 106. Поэзия души. Назвать Валентину Косович обычной пенсионеркой никак нельзя. Жительница Павлодара на заслуженном отдыхе, а свой досуг проводит за написанием изумительных стихов. В них сквозь безупречную лирическую форму видна невероятная глубина содержания. Наш корреспондент встретился в любимом месте поэтессы специализированной библиотеки для незрячих. Журчит на пригорке, ручей у калины, поет вдохновенно у нежных ветвей, не может он жить без калины своей. Валентина Харитоновна вдыхает эту жизнь полной грудью. Восьмой десяток, а она посещает хор, пишет стихи, без нее не проходит ни одна встреча литераторов в специализированной библиотеке. Инвалидность по зрению активной даме – не помеха. Каждый вечер садится за перо. Изданы уже шесть сборников стихотворений, причем даже шрифтом Брайля. Мое первое стихотворение было посвящено маме. Я родилась в большой семье, седьмая. Нас было восемь у мамы. И мама в деревне очень трудолюбивая была. И я сейчас не помню эти строчки, но я ей читала. Потом, когда я влюбилась, первый раз, это была моя первая любовь, она была чистая, искренняя, я написала другу своему, посвятила это свое стихотворение, он ушел в армию. По манере общения и поставленной четкой речи чувствуется, что Валентина Харитоновна 20 лет отдала педагогической работе. Учителем начальных классов трудилась в 21-й школе. Сейчас таких метров в наших учебных заведениях явно не хватает. Теперь же вместо занятий все больше времени проводит в любимой библиотеке. Писала я о девочках, которые в библиотеке у нас работали. Всегда прекрасный коллектив. Всегда поддерживают, всегда по-доброму встречают. И как-то я здесь была. И после того, как я ушла от них, я пока домой шла, у меня возникли такие строчки. А женщины словно цветы, у каждой своя красота. В них столько святой доброты и дивной души простота. А женщины словно березы, красивы, нежны и стройны. Все принимают ливни, грозы, утраты и ужас войны. А женщины словно звезды, у каждой загадка своя. У каждой свое притяжение. Любовь и верность хранят. И хочется мне поклониться всем звездам, березам, цветам. За то, что живете на свете. Спасибо, милые вам. И далеко не каждому, пусть и к преклонному возрасту, удается изобрести собственную философскую систему, запрещающую унывать и раскисать. Наша героиня всегда в поиске позитивных эмоций и чувств. Особенно трепетное отношение к родной земле. Я люблю свой Павлодар. Я люблю свою степь. Я люблю свой Иртыш. У меня есть стихотворение. Вдруг степя жила, зазвенела, запела, услышав чарующий голос дамбры. И стайка испуганных птичек взлетела, неся весть о том, как люди мудры. Наша героиня продолжает объединять активных пенсионеров и направлять их энергию в нужное русло. В планах еще не одна строка, которая заденет струны душ читателей. Артем Буланов, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Вот такие люди, как Валентина Харитоновна, создают настроение в самом начале рабочей недели. Обязательно прочту все ее сборники стихотворений и даю слово. Артем, я слышал, что в моей любимой хоккейной команде Иртыш появился новый игрок. Да, Владимир, именно так. Эдуард Аветисов усилит защитные ряды клуба. Молодой игрок, честно сказать, звезд с неба не хватает, но вполне может помочь коллективу. А через мгновение узнаем, как ветеран из Павлодара боролся с африканцами в Португалии. В магазине ЭВИМ ликвидация товара. Скидки от 30 до 70% на все. Мебель. Текстиль. Декор. Товары для кухни. Товары для ванной и многое другое. Успейте приобрести товары по лучшей цене. Улица Лермонтова, 106. Магазин ЭВИМ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мамый чай. Ох уж это Салиха, и набегываю же я. Ммм, вкусный чай. Чай Салиха Голд. В каждой грануле вы почувствуете ароматный, насыщенный и мягкий вкус. Продукцию торговой марки Салиха Голд спрашивайте в магазинах, а также в супермаркетах города. Или обращайтесь по адресу Павлодар, улица Истая, 136, дробь 1. Компания Байтирек Интертрейд. Телефоны 8776-512-5434, 8747-253-4880. Боксер из Павлодара вышел в четверть финал чемпионата мира. В раунде 1-8 Серег Тимиржанов одолел представителя Индии Рахита Марома. Продолжают удивлять и местные мастера дзюдо. Аксакал дзюдо из Павлодара. Акберген Абраев вернулся из Португалии с бронзовой медалью. Мастер боролся в Лиссабоне весовой категории 66 килограммов в дивизионе до 54 лет. Солидный успех, учитывая, что ему противостояли несколько десятков оппонентов со всего мира. В советское время я служил в пограничных войсках на Дальнем Востоке. И дружба воинская наша осталась. Мои ровесники, друзья, братство пограничное. Они есть люди. Встречаемся во время отремния. Они говорят, если есть желание, если ты готов, мы тебе поможем. Ну я как бы готовился. Они все это знают, видели. Я сам работаю тренером детским. Но ребята помогли, только с их помощью я смог это все преодолеть в финансовом смысле. Очень серьезные борцы были из Африки, США и России. Но Акберген в дзюдо с 9 лет, поэтому сложности его не пугают. Теперь он проводит мастер-классы и тренирует местную молодежь. Стоять на месте никто не будет. Наша школа прогрессирует потихоньку. Сейчас новые технологии, новые методики есть. Сейчас как раз возраст тренеров меняется. Молодые работают. Они как-то больше. Интернет это все. Они сейчас по-новому чуть-чуть. Ну а все нужно время. Делиться опытом Аксакау намерен с будущими чемпионами. Говорит, новые олимпийские надежды прямо сейчас уже готовы показать себя. Сразу четыре футболиста из клубов Павлодарского региона в символической сборной. В топ-листе полузащитник Асланбек Какимов и вратарь Шенгес Нариман из Экибастуза. А также защитник Айдын Бралин и хавбек Анатолий Красотин из Аксу. Поход за новым трофеем начали игроки юношеских команд. Юные футболисты впервые играют не в манеже, а на искусственном поле. Турнир осенние каникулы традиционны. В прошлом году, правда, по известным причинам соревнования не проводились. Но в этом сезоне вновь собрались самые сильные команды нашего региона и соседних городов. Мы играем на искусственном поле. Это очень хороший плюс для нашей подготовки. Очень много команд приезжает. Три из них приезжие. Это два кустаная команды Экибастуза. Наши мальчишки даем возможность поиграть всем. Чтобы наигрывался именно опыт соревновательный. В заявке восемь команд играют в подгруппах. Борьбу ведут ребята не старше 12 лет. В будущем году этот возраст официально будет представлен во всех республиканских первенствах. А этот турнир – хорошая возможность тренерам посмотреть футболиста в неделе, определить ошибки, увидеть сильные и слабые стороны своих воспитанников и соперников. Настрой на турнир суперский. Мы заряжены выигрывать и занимать первое место. Интересно будет играть с Костанаем первым составом и с ФС первым составом, потому что они играют хорошо. Они играющие, но мы тоже можем их выиграть. Из приезжих удачно турнирную дистанцию начали футболисты Экибастуза и команда Костанай-2. Обе дружины в стартовый день одержали победы. По три очка заработали воспитанники центра «Жулдыз» и первый состав спортшколы «Иртыш». Павлодарские мастера национальной игры «Ассыкату» завоевали один из значимых трофеев республиканских соревнований. В Павлодаре завершился Кубок Казахстана. Древняя забава кочевников сегодня бьет рекорды популярности. В ловкости и меткости соревнуются и старый млад. А сама игра уже официально признана национальным видом спорта. Стремительно развивается в нашей стране и за рубежом. Павлодарцы впервые принимают большой республиканский турнир. Все благодаря труду наших спортсменов. Мы больше года успешно развиваем «Ассыкату» в регионе. Выигрываем призовые места. Нашу работу оценили в федерации и доверили нам эти соревнования. Приехали мастера спорта, опытные спортсмены. Это в первую очередь большой опыт для павлодарской сборной. Мы еще немного отстаем от других регионов, но у нас большой потенциал. Игра кочевников – это настоящая игра, которая у нас есть в крови. Это степь дышит этой игрой. Здесь во всех возрастах можно играть. Это интересная, очень развивающая, командная игра. И дух, он человека закаляет во всем направлении. Это состязание, это борьба. Правила игры для женщин и мужчин немного разные. Девушки садятся друг напротив друга и кидают кости перед собой. Парни передвигаются перед ними круг диаметром 5 метров. В центре – 15 асыков. Чтобы победить, выбить нужно все. В Павлодаре соревновались 8 команд из разных регионов страны. В лидеры у мужчин сразу же вышли карагандинцы. Среди девушек – команда Нурсултана. Первую строчку эти сборные удержали. А вот за серебро и бронзу развернулась нешуточная борьба. Игроки даже в ход пустили тактические уловки. В итоге у юношей второе место заняла сборная Жамбулской области. Павлодарцы стали обладателями бронзовых наград. Спонсор новостей спорта – компания «Байтирек Интертрейд» с торговой маркой «Салиха Голд». Отличный чай на любой вкус. У нас же на сегодня все. Читайте и смотрите самые интересные новости на нашем сайте «Ирбиств.кз» и страницах в социальных сетях. Завтра новый день и новые победы вместе с телекомпанией «Ирбис». Спонсор новостей спорта – компания «Байтирек Интертрейд» с торговой маркой «Салиха Голд». Представляет серию новинок «Пакистанский», «Кенийский черный» и «Ташкентский зеленый чай». Субтитры создавал DimaTorzok